Зарубились не на шутку. Медведев оценил возможность импичмента Трампа. Зарубились не на шутку. Медведев оценил возможность импичмента Трампа. 17.47. 5 октября 2019 года. РИА Новости. Дмитрий Астахов. Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы «Вести» в субботу Сергею Брелеву. РИА Новости. Дмитрий Астахов. Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы «Вести» в субботу Сергею Брелеву. Москва. 5 октября новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программы «Вести» в субботу с Сергеем Брелевым прокомментировал ситуацию вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа. Оценил ситуацию, в которую попал президент Украины Владимир Зеленский, а также рассказал о визите на Кубу. О Трампе и демократах. По мнению главы российского правительства, американская политическая система достаточно сбалансирована, так что даже в случае импичмента действующего президента ничего сверхкритического не произойдет. Более того, американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем увидим. Смотреть за этим любопытно, сказал Медведев. 2 октября, 19.39. Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента. Это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю, признался премьер. О Зеленском. Что касается президента Украины, то он, по мнению Медведева, попал между молотом демпартии и наковальней республиканцев. Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки, сказал российский премьер. Положение Зеленского он назвал непростым. Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы, пояснил Медведев. Если же президент Украины заблокирует это расследование, то это будет смотреться странно, считает глава российского правительства. Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация. Администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении этих или иных вопросов, добавил Медведев. 23 августа, 08.00 РИА Новости. Катастрофа Зеленского. США в любом случае накажут Украину. Ведущий напомнил, что американская пресса называет Зеленского Моникой Левинской для Трампа. В ответ на это Медведев заметил, что они злые ребята. В конце сентября демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Боризма. А в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинение отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына. 2 октября, 08.43 сказано в эфире элемент отчаяния. К чему может привести процесс импичмента в США, Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента государственным переворотом. Однако все может обернуться в пользу президента США, считает политолог Андрей Создальцев. Он изложил свою точку зрения в эфире радио «Спутник» о возвращении военной бригады на Кубу. В интервью Медведев также прокомментировал слухи о возможности возвращения на Кубу военной бригады, как в советские годы, или создания новой военной базы. «Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», – заметил он, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады. Ведущий поинтересовался, обсуждались ли такие планы на встречу с первым секретарем Центрального комитета Компартии Кубы, бывшим главой государства Раулем Кастро. При этом он отметил, что в кулуарах переговоров было много подобных разговоров. «Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы», – ответил на это Медведев. Вчера, 17.58 РИА Новости. Медведев рассказал, как Россия и Куба справляются с давлением извне. О помощи Острову Свободы. Комментируя визит на Кубу, российский премьер-министр отметил, что обстановка вокруг Острова Свободы в последнее время усложнилась из-за жесткого курса Вашингтона, в частности из-за того, что американские санкции не допускают на остров нефтяные танкеры. В этих условиях Россия поможет Кубе обеспечить и энергетическую, и продовольственную безопасность, считает Медведев. Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии как раз углеводороды. И, может быть, какие-то другие возможности, которые существуют, пояснил он. Вчера, 18.52 радио «Спортник» Медведев запустил добычу нефти на Кубе. Кроме того, Россия может поставлять на Кубы пшеницу, продолжил премьер-министр. Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции. Но, я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность, сказал Медведев. При этом глава правительства подчеркнул, что речь не идет без возмездной помощи, как в советское время. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно, заключил Медведев.